Слава Господу! Значатся прислоками чистоты и истины. Знаете, с одной стороны праздник, а с другой стороны вот есть какая-то печаль на сердце. Печаль от того, что есть и глаза, но не видят, есть уши, но не слышат. И отрубило сердце человека, чтобы обратиться и чтобы я исцеливаю, как написано. А я имею ввиду вот идолопоклонство, которое связано с праздником Песа, с праздником Пасха. Идолопоклонство. Зайчики, яйца, куличи, непонятно какие-то обряды, посещение кладбищ и прочее, прочее, прочее. Я в первую очередь, конечно, беру то, что происходит на Украине, но и здесь в Америке тоже всего хватает. Посему мы станем праздновать с прислоками чистоты и истины. И для этого нам нужно быть внимательны к тому, что говорит Слово Божие. Праздник Песах мы отмечали с этого. Отмечали в то время, как должно отмечать. То есть, вот полнолуние, вот именно в это время, как написано, в ту ночь, которая предан был. Не в любую другую ночь, а именно в ту ночь. И мы праздновали с этого, как написано. У евреев начинается с этого, со слов. Рабами были мы в Египте. С этого начинается с этого. И вот за столами, это не просто какой-то ужин, но это особое действие, благодаря которому вот эта идея, там, мысльное, спасение, искупление, свободы, оно через поколение достигло до нас. Оно было реализовано в Иисусе Христе. Вначале это были как прообразы, но вот эта реализация, и для нас открывается полнота. Но есть наша часть, чтобы нам войти в эту полноту, усвоить ее. Писание говорит, познайте истину. И познание истины, это не происходит вот так. Я познал истину. Я что-то услышал, и вот я познал истину. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это записано в Евангелии от Иоанна, в то время, когда Иисус разговаривал с фарисеями, с аддукеями. И те говорили, а мы вообще не были никогда рабами. Я думаю, как же не были рабами, когда каждый седр, вы должны были говорить, рабами были мы в Египте. И первая заповедь говорит о том, что я Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Это первая заповедь, которую каждый еврей должен знать. Оттуда они как бы и забыли, что они были рабами. Хорошо. И сегодня я хотел говорить о свободе, об избавлении от рабства. И послание Коринфяна, здесь написано так. Я вообще процитирую. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Есть такое место? Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Вот где Дух Господень, там свобода. Вот у нас уже есть это место. Это второе, Коринфяна. Да? Здесь 17 стих. 3,17. Где Дух Господень, там свобода. Хорошо. И вот в размышлении о свободе... Вообще есть два вида рабства. Ну, один тип рабства, это, так сказать, юридическое рабство. Когда человек действительно не принадлежит себе, он принадлежит кому-то. Вообще это... Вообще это трагедия на самом деле. Человек сотворен свободный, а он не свободный. А он принадлежит кому-то. И кто-то может им распоряжаться, как вещью. Здесь обесценивание личности. Уничтожение, я бы сказал, личности. И кто-то может распоряжаться им. И что захочет, то может и делать. Это юридическое рабство. Но есть рабство другого характера, так сказать, ментальное. Научным языком типологическое. То есть это внутреннее состояние покорности, внутренняя несвобода, внутренняя скованность. И юридически все в порядке, нормальное. И вот они все права, они прописаны. И человек может делать и то, и то, поехать куда-то или еще что. Но внутренне он остается рабом. И об этом рабстве мы можем говорить, ну, на самом деле, больше. Потому что я думаю, что это может касаться и нас. Когда я сказал, что познаете истину, и истина сделает вас свободными, я как раз и имею в виду, что есть как бы путь освобождения или решение этого вопроса освобождения от состояния рабства внутри. Знаете, написано в послании Галатов. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваших Духа, Сына Своего, вопиющего, Ава, Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то наследник Божий. Через Иисуса Христа. Галатам 4 глава, 6-7 стих. И здесь апостол Павел пишет Галатам, чтобы они могли познать. Люди, которые пребывали вот в рабском состоянии. А давайте посмотрим 8 стих. Но тогда, не знав Бога, вы служили Бога, который в существе не Бога. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным, бедным, вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им. Стоп. Здесь давайте остановимся. Не знали Бога. И до конца не пережили, не осознали вот это чувство свободы. И возвращаются опять. Вы знаете, когда народ израильский вышел из Египта, у них крутилась мысль, постоянно, 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 не у всех, но очень-очень многих. Время от времени приходило. А вот в Египте было так и так и так. Они вышли, но вот спогнали, и их тянуло туда. Вот как же эти Галат. Они уже сыны Божьи, они уже не рабы. Но они опять возвращаются к немощным, бедным началам. А что это за вещественные бедные начала, немощные? А ну-ка, дар 60 стих. Наблюдайте дни, месяцы, времена, годы. Ну, боюсь за вас, напрасно я трудился. Какие времена, какие месяцы, какие годы? Кто-то говорит, а это субботу, а это какие-то праздники еврейские, а это еще что-то. Но они же не знали Бога. Какая суббота? Они же не знали Бога. Они же не знали Бога, какие могут быть праздники, какие могут быть новомесячи или еще что-то. Речь-то о другом. А о чем идет речь? О идолопоклонстве. Вот это связанное, вот это равное детство. А вот это еще то. А вот это время такое-то, такое-то. А в это время такая-то трава поднимается. А в это время нужно вот такие костры сжечь, а в это время еще там и так далее. Масленица. И христиане идут на масленицу. Вот это вот и есть вещественное бедное начало. Но написано, хотите поработить, это рабство, это вид рабства. Хорошо. Ну вот, несколько характеризующие раба. Знаете, у евреев принято несколько таких положений, я хочу их озвучить. Например, раб не имеет права быть свидетелем в суде. Интересно, странно. Вот он свидетелем, на его глазах что-то произошло. Его высылают в суд, а потом выясняется, что он раб, и поэтому он не может быть свидетелем. Вот у евреев так принято. А почему? А вы знаете, евреи очень умные люди. Один, многие-многие вещи очень хорошо понимают, правильно понимают. Так вот, у раба неадекватное восприятие действительности. Неадекватное, искаженное представление мира, человека в этом мире. Вот эта цепь событий, причины следствия, искаженная. И он не может быть свидетелем. Еще одно замечательное. Раб освобожден от заповедей, связанных со временем. Тоже может показаться странно, что это такое. Но давайте мы немножко порассуждаем. Раб освобожден от заповедей, связанных со временем. Хорошо. Например, в Песах. Рабами были мы вот тогда-то, тогда-то в земле. Сколько прошло тысячелетий? Это так называемая ретроспектива. То есть взгляд назад. А есть перспектива, взгляд вперед. И человек свободный, он имеет эту возможность, эту способность правильно оценить то, что было, и благодаря этому просмотреть, так сказать, свое будущее. Раб не имеет этой возможности. Он живет в этот день днем. Он связан с обстоятельствами. Он настолько в зависимости. Он не знает, что там завтра будет. И он не знает, что вчера было. Да, что-то вчера было. И позавчера, и сто лет назад. Что-то было. Да. Но он не может верно дать оценку тому, что было. Дорогие друзья, я думаю, что это очень-очень важно. Вот мы говорим, раб не может быть свидетелем в суде. Вы знаете, что мы призваны судить мир. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Как это будет происходить? Как мы будем судить ангелов? Как вы представляете? Не представляете. Не представляете. А как мы будем судить мир? Мы будем судить мир. Да надо мне это судить мир. Да зачем мне это? Нет, это призвание. Нет, это положение. Разве не знаете? Разве вы не думали никогда об этом? Поэтому мы должны иметь способность решать дела маловажные. Так записано в послании корректно. Решать дела маловажные. Мы можем просматривать, мы знаем вот эту причинную связь, причины следствия, мы знаем перспективу. Знаете, раб не может мечтать. Если бы он мог мечтать, то он перестал бы быть рабом. На самом деле мечты и наше понимание будущего, оно формирует это будущее. Оно не само по себе приходит. Но именно наше ожидание, наши мечты, наш взгляд в будущее, оно приводит нас в то будущее, которое мы... Например, мы говорим, да придет царство твое. Это наше будущее. И когда мы так говорим, когда мы этим живем, мы по-настоящему этим живем, потому что это решение всех вопросов, всех проблем, это исполнение всех обетований. Всех обетований. Знаете, есть такие вещи, которые кажутся, например, немножко странными. Например, люди говорят, ранами его мы исцелились. На самом деле они говорят, потому что так написано в послании, вернее, у пророка Исаии. Ранами его мы исцелились. Но сегодня люди болеют. Так исцелились или не исцелились? А почему же не болеют, если они исцелились? Мы найдем достаточно много всяких отговоров, но я скажу так. Все обетования исполняются в его царстве. Все обетования исполняются в полноте. Например, как так называемое великое поручение. Идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца, Сына, Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Я, например, говорю, есть ли хоть один народ, который научен? Ладно, нет такого народа. Ну, русские не научены же, американцы же не научены, китайцы. Кто еще есть? Какие еще народы? Кто научен исполнять все, что повелел? Ну, нет такого народа. Ну, это не важно. Вопрос, будет? Ну, если он сказал, значит, будет. Вопрос, когда? Все обетования исполняются в его царстве, в полноте. Сегодня отчасти исполняются, в том числе и исцеления. Отчасти. Ну, например, апостол Павел не всех мог исцелять. Трофима оставил больного в милитии. А ты вот, Тимофей, ради немощи желудка, вот принимай вот это. Ну, не все обетования, а в тысячелетнем царстве все. Хорошо. Еще. Раб не имеет права жениться, создавать семью. Ну, там есть некоторые такие отклонения, разные такие моменты, потому что есть в народе израильском особое там рабство на 7 лет, потом он возвращается. Но вот те рабы, так сказать, потому что они не несут ответственность, у них ограничена ответственность. Хорошо. И вот еще. И мне кажется, это очень важно. Написано, рабами были мы у фараона. Рабами были у фараона. Какого фараона? Вот имя. Ну, нет, фараон и фараон. И фараон в данном случае представляет не как личность фараона. Послушайте. А представляет определенную систему. И здесь вот такой может быть взгляд. Например, человек родился в Советском Союзе. И он находится в этой системе. И он находится как бы в зависимости. У него ментальность такая. А можно это сделать? Ну, пожалуйста. Люди приезжают из Советского Союза куда-то. Когда открывались двери. Ну, например, туристы приехали в Швецию. Там памятник какой-то. Они говорят. А можно здесь сфотографироваться? Пожалуйста, сфотографируйся. Ну, памятник. Ну, что? А у них ментальность такая. А рабская. Ну, я думаю, вы понимаете эти вещи. Рабами были мы у фараона. Подождите. А вообще всякая власть от Бога? Фараон же от Бога? Римлян 13 глава. Нет власти ни от Бога. Фараон же от Бога? А зачем же они тогда выходили из Египта? Надо было, ну, от Бога, значит, и так. Ну, нашлись Моисей. Нашелся Аарон. И они вдохновляли людей. И это было очень и очень непросто. И они шли и говорили. А другие думали. А посмотрим, что из этого получится. Вот они пошли. И, значит, говорят о том, что нужно выйти. Казни приходили. А потом фараон видит такое дело. И накладывает еще больше работ. Все люди говорят. Не надо было вам ходить туда. Смотрите, еще хуже стало. Все хуже и хуже становится. Да, действительно, такое может быть. Но, знаете, почему я вот сейчас этот момент немножко говорю? Если кто-то следит за новостями, в России там происходят разные движения, все такое, и кто-то говорит, не надо, не надо, не надо вообще во все это ввязываться. А я привел пример такой, есть Ильянов Куэлберфорс. Кто-то слышал о таком человеке? Человек, который сделал смыслом своей жизни освобождение, отмену рабства. И вы знаете, самая большая проблема этого человека была. Не то, что власти противились, а верующие. Они говорили, а где в Библии написано, что нужно освобождаться из рабства? Апостол Павел-то что говорит? Рабом ты призван, рабом оставайся. Рабы, будьте покорны всякому начальству, послушны. Не только добрым, но и злым. Где в Библии написано, что нужно отменять рабство? Вы знаете, в то время в Англии на рабовладельчестве строилась вся экономика. Это была страна, которая имела множество колоний. И рабы, бесплатная рабочая сила, они вот так вот работали, работали, и экономика Англии росла, 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 росла. А тут отказаться от этого? Но это один вопрос. А я говорю, верующие говорили, зачем это надо? Где в Библии написано? Но, а весь закон, знаете, в словах, возлюбили ближнего, как самого себя. А ты сам-то хочешь быть рабом? А поменяйся не станет. Но, хорошо. И вот, может быть, в заключении еще один такой пункт я буду говорить. Когда они вышли из Египта, чтобы стать свободными, вдруг их настигло что-то, может быть, для них даже неожиданное. А именно, книга Левит, 25 глава, 55 стих. Левит, 25-55. Потому что, сыны мои, израильные мои, мои рабы. Они мои рабы, которых я выпил из земли египетской. Я, Господь, Бог ваш. Из рабства в рабство. Из рабства в рабство. Они рабы. И, послушайте, я думаю, что есть о чем поразмышлять, поразмыслить, сопоставить, так сказать. Вы знаете, что абсолютной свободы нет. Не бывает. Ее не может быть в принципе. Например, мы все подчинены законам природы. Вот закон тяготения, вот еще множество, множество, множество. А есть общественные законы, есть общественный порядок. И я не могу быть свободен от этого. Потому что, как только я стану свободен, а, другими словами, приступлю этот порядок существующий, то я сделаю из преступников. Существует общественная договоренность, общественный порядок. Апостол Павел о себе говорит удивительное. Это в 1 Коринфянам 9.19. В 1 Коринфянам 9.19. Он говорит, будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Дабы больше приобрести. Свободен от всех, всех я всем поработил себя. Это его решение. Это его выбор. Он себя, будучи свободен, он поработил себя. Ну, давайте 20 стих. Дальше. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконных, чтобы приобрести подзаконных. И так далее, и так далее. Я думаю, что вы хорошо знаете эти стихи. Его задача приобрести. Его задача... Вы знаете, Иисус Христос, будучи свободен, принял образ раба. Стал послушным до смерти и смерти креста. Будучи свободен, оставаясь всегда свободной, он принял образ раба. Итак, мы говорим о свободе, что это условное понятие. Но когда человек раб Божий, раб Господний, апостол Павел говорит о себе, я раб Божий, слуга, то на самом деле здесь вот такая может быть перспектива. Смотрите, существует божественный, божественный порядок. Вот такая структура, которая превыше всякого разумения, понимания. И он находится, будучи свободным, вот как раз в этой структуре. Он осознает себя здесь, по-настоящему личностью. Он именно здесь, будучи рабом Божьим, может открыт для себя весь потенциал, который у него есть. Реализоваться в полноте, во всей полноте, что только возможно. А без этого невозможно. Без этого невозможно. Хорошо. Итак. Писание также еще говорит о таком виде рабства, как страх смерти. В Посланнике Время записано, я, впрочем, прочитаю вторая глава. Не помню, какой стих. Какие стихи. Здесь написано так. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он, и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Избавить тех, которые от страха смерти. У вас есть страх смерти? А как надо отвечать? У нас есть врожденное чувство самосохранения. Это нормально. Это нормально. Но есть люди, которые очень-очень переживают. Я умру, и все. И на этом конец. Что там дальше будет, как там, что там. А дальше будет, дальше будет самое-самое удивительное. И в прошлый раз я говорил, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы не счастливее всех человеков. Мы надеемся на Христа. Мы молимся. Господи, благослови моих детей, благослови мой бизнес, благослови мое это. И так далее. Мы так надеемся. Мы так хотим, чтобы у нас жизнь такая хорошая была. Чтобы дом был хороший, машина была хорошая. Чтобы друзья были, и вот церковь. И так мы, ну, благослови нас. Нормально, Бог благословляет. Но если только вот этим ограничивается, то мы несчастнее всех человеков. Так написано. Страх смерти. Давайте подумаем об этом. Писание говорит, что мы. Не все мы умрем, но все изменимся. И как мы носили образ перстного, так будем носить и образ небесного. А меня это вдохновляет. Нет, я не стремлюсь. Короче, апостол Павел говорит, хочу разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Но оставаться в оплоте нужнее для вас. Это его понимание. Просто подумаем о том, что вот этот страх называется рабство, страх смерти. Есть рабство в виде законничества. Есть рабство в виде предрассудков, суеверий. Есть рабство, например, комплексы. Ой, я стеснительный человек. Вы стеснительный человек. Есть скромный – это одно. А есть стеснительный – это разница. Большая разница. Скромность – она украшает. Это все хорошо. Как один человек говорил о своей скромности, я могу говорить часами. Но стеснительность – это совсем другое дело. Я помню одно собрание, и у меня такая пришла мысль. Я говорю, кто-нибудь вот сейчас пройдите и спойте в духе на иных языках сейчас их песню. Виталий вышел в Урбазай. Помнишь Урбазай? И вышел в Урбазай. Это бурят. Не образование музыкального вообще ничего. И он взял микрофон. И там 300 человек, и ни на кого не смотря. И он начал петь какую-то песню в духе на иных языках. Я думаю, нормально. Кто-то хочет? Потренируйтесь. Комплексы. Законничество, предрассудки, суеверия и так далее, и так далее. Это тоже разновидности рабства. Познайте истину, и истина сделает вас свободной. Друзья, давайте мы будем просто продвигаться, погружаться, продвигаться к этой полной-полной свободе во Хрисе. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И не подвергайтесь опять Его рабства. Вы знаете, я почти ничего не сказал о рабстве и грехах. О рабстве и грехах. Наверное, об этом нужно было говорить много, но оно и говорилось очень много. Ну вот, может быть, об этом в виде рабства, о котором я говорил, говорится не так, но... Друзья, давайте мы помолимся. Я попрошу вас сейчас подняться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.